сегодня америка празднует свой день рождения 4 июля и мы думали куда поехать и решили что круче всего будет провести этот день на роковой бич и есть два способа как туда доехать 1 на метро но это для тех кого нет машин естественно второе это поехать на пароме паром отходит со станции волл-стрит мы сейчас на метро сюда приехали и ждем очередь и поедем кататься блин такая красотища все такие зонтики цветные прям прям под настроение праздничное за что люблю нью-йоркское лето так это то что здесь она просто такое жаркое вот я не знаю у нас всю неделю температура цвета 30-32-33 градуса вот не то что всю неделю как началась жара середины июня примерно и все вот она так тянется и прям не знаю то что на океане здесь мы живем и здесь такая влажность вот запах лето короче тощи так круто просто все нас ждет один чудесный день на роковой а лава и я а из своими не миска и навык москай овеса и юфе ракетаной спасло Приступалось только что в первый раз за этот сезон, но не считая водопада в обстрете. Вот вода вообще, огнище, такая теплая, и она еще такая чистая, потому что на Куани-Айлен-Вич, на Манхэттен-Вич, на Брайтон она такая мутная немного, а здесь вообще просто клевая, как в Майами. О, пляжная окраина подъехала. О, говорит, что в 6 часов пляж закрывается, окей. Сейчас мы тоже поедем. Так вот, 4 июля по всей Америке проводятся различные ярмарки, фестивали, концерты, выступления. Обычно все люди собираются вместе, идут на барбекю, по паркам разным, приезжают на пляжи, тусуются здесь, отдыхают. Вот сегодня здесь было просто очень много народа. Ехтут за город в Upstate. Ну, короче, стараются как можно веселее отметить этот праздник, потому что они все довольно патриотичные. И за месяц, примерно до этого праздника, магазины начинают украшать свои витрины в расцветке американского флага. И продается очень много всякой продукции. Там купальники, полотенца, тарелочки, шляпы, шарики, ленточки. Короче, все что угодно в расцветке американского флага. Вот это, конечно, прикольно так смотрится все и ощущается. Но это такое народное единство. Поэтому, Америка, с днем рождения тебя! Я еще, кстати, хочу сказать, что этот праздник обычно никогда не обходится без фейерверков. То есть все штаты, все города обычно устраивают фейерверки. И в прошлом году мы с моей подружкой ходили в Вруклинский парк. Там был просто потрясающий огромный фейерверк, который мы смотрели целых полчаса. И там было настолько все красочно, столько было много людей. Такая была клевая атмосфера. Все там кричали, свистели. Короче, это было очень клево. А в этом году сказали, типа, включите NBC и мы вам там покажем какой-то фейерверк. Вот. Ну, конечно, сравните по телевизору или посмотреть в живую в парке. Вот. Поэтому, возможно, я даже ставлю пару кадров в этом видео с прошлогоднего фейерверка, чтобы создать просто такую в целом картину этого замечательного праздника. Welcome, friends. О, дядюшка Сэм. Вот про этот патриотизм я как раз и говорила. Вот там флаги висят во дворе. И вот тоже флаг. Вообще они патриоты. У них везде флаги висят в магазинах, на домах. У них только сты. И только сты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok